Вчера вы говорили, что шабда входит только при живой встрече, а что когда слушаешь лекции, в интернете, слушаешь про шабда брахмана, то есть смехой, с таким эффектом? Шабда брахмана может быть только транспортно, когда есть личное слушание человека, но когда есть аудио или видео, то есть шабда брахмана не работает. Шабда брахмана передается только непосредственно, когда чистый вишна с вами сидит. У звука четыре уровня. Вайкари, мадья, пара, пашянти. Вайкари – это грубая звуковая вибрация, когда вы произносите какой-то звук, то она просто передается из уха в ухо. Но три других уровня исходят с уровня манаса, буддхи и праны. Манас, буддхи и праны чистого предного – это апракрита, трансцендентная тапа. Так что он может производить шабда брахмана, трансцендентную тапу. Когда он вишнапа, то он может производить этот шабда брахмана, и когда мы слышим этот шабда брахмана, то он трогает наше сердце, мы меняемся. Так что эти машинки, они могут уловить только грубую звуковую вибрацию, вайкари, но нет праны, нет буддхи никакого. Поэтому три другие уровня звука они поймать не могут. Но это не означает, что слушание записи полностью обесценивается. Это может вам напомнить то, что вы слышите. Когда вы слышите, это произойдет глубокую самскару. А позже, когда вы слышите записи, то это самскара снова передает. Так что, слушая записи, для того, кто слышал эту тапу вибрацию, это более мощно, чем человек, который только слышит записи. Потому что самскара уже есть. Да, и это... Если какой-то человек он слушал воочию спикера, то тогда после этого, когда он переслушивает это в аудио формате, то для него эти самскары более живые, чем для того человека, который воочию не слышал, который просто потом услышал как-то. Для этого из-за того, что самскара победится, будет более сильно. Все это предназначено для того, чтобы создать интерес. Буксы, книги, записи. Люди слушают, вау, интересно. Тогда они думают, о, где я этого человека встретить могу? Я делал один книг для Шрила Горго и Немахараджи. Знаешь этот книг? Берег Разбурки, знаете книга? Да, да, знаю, есть. Он сказал мне, что делать книги. Я собрал разные лекции. Я сказал, давайте назовем это Берег Разбурки. Я перевел их, и edited их, и я пришел к нему с манускриптом. Я сказал, я сделал это. Я сказал, вот что я сделал. Вы можете проверить, что я все правильно сделал, чтобы я не начал печать. И там были определенные поинты, на которые он указал. И там были определенные поинты, на которые он указал. И до того, как я спросил его, откуда это процитировано, он сказал, это из Саранга Рангадаттики Шрила Горго и Немахараджи. Он сказал, это из Саранга Рангадаттики Шрила Горго. Он вытернул красным. Вернул мне обратно манускрипт. Я был там, когда эта фотография снималась. Я сказал, вы удалили вот это. Я сказал, но люди же будут задавать вопрос. Он сказал, ну люди же будут задавать вопрос. Он сказал, да, очень хорошо. Да, очень хорошо. Поэтому мы и делаем эти книги. Когда человек читает, он подумает, это что такое? И потом ему придется идти в Саду Санга. Понятно? Все эти книги, они предназначены для того, чтобы создать интерес. Поэтому не говорите так, что Прэм Прожжин заявляет, что все записи, видео, это все бесполезно. Это все важно. Но они никогда не могут заменить Саду Сангу. Но они никогда не могут заменить Саду Сангу. Продолжение следует...